Девушки отдыхают Но мы радуем зрителей во всей нашей необъятной Гомельщине. РУД «Пятерка» – 10 сезон! Вперед! 10 сезон открывают две суперсборные, две, пожалуй, самые сильные, самые крутые команды. Справа в красных шарфах замечательная команда Родиона Полевого, «Тигры» в линейку. Одна из самых сильных команд Белоруссии в интеллектуальном, естественно, смысле. Слева в синих шарфах студенческая команда, которой руководит Кирилл Телкин. Команда называется «Гаудамус». Ну, «Гаудамус» и «Гитур» и «Ювенэс» и «Думсумус». Давайте веселиться, пока вы молоды. Давайте аплодировать 10 сезону! Итак, начнем. Итак, начнем. Вся наша игра, вся наша сегодняшняя игра будет посвящена уму. Самая умная передача в сезоне. Итак, начнем. А начнем мы с блеф игры, как обычно. Родион, я знаю, что вы у нас чрезвычайно умный человек и просто представитель чрезвычайно умной интеллектуальной династии. Сколько народу в нее входит? Сейчас посчитаем. Ну, на пальцах. Пять человек. А это кто? Это папа, мама? Я до два брата. Ага, хорошо. Вот, замечательно. Итак, Родион, вы человек умный, поэтому вы должны отправить самого интуитивного вашего игрока на блеф игру, на нашу донетку. Это Даша. Это Даша. Даша удивилась, но приготовилась. Кирилл, ваше слово. Идет Александр. Итак, Даша против Александра. Вперед! Даша. Даша и Саша. Дашенька, в какой гимназии вы учитесь? 56-й. Хорошо. Александр, а вы? В Белгуте. А чем вы, собственно, там занимаетесь? Понятно. Играем. Главное выиграть кнопку и сказать да или нет, потому что иногда я говорю чистую правду, а иногда немножко лукавлю. Ну, как и всякий умный человек. Играем. Верите ли вы, что свиньи входят в десятку самых умных животных? Даша. Да. Да, конечно. Там в зависимости от опросов с пятого по седьмое место она располагается. Ну, остальные животные, наверное, голосуют. Продолжаем. Верите ли вы, что Грибоедов вначале назвал свою знаменитую комедию «Горе уму»? И Александр? Верю. И это правильно. Потом только переминал в «Горе от ума». 5-5. Продолжаем игру. Верите ли вы, что великий русский ученый Ломоносов открыл атмосферу у Марса? Александр? Тоже верю. Напрасно. Вы верите? Он открыл атмосферу у Венеры, когда она проходила по диску «Солнце». Так было проще всего. Играем. Верите ли вы, что безумный император Каллигула сделал своего пса римским сенатором? Даша? Нет. А почему? Просто так, да? Дело в том, что он не пса, он коня сделал римским сенатором. Ну, что такое пес? Пробежал и гавкнул. А вот уже конь заходит. Все понятно. Сенатор. Верите ли вы, что «сапиэнтисат» по латыни означает «разумному достаточно». Александр, у вас фальстарт. За этим очень строго следит наш электронный арбитр. Даша, у вас есть шанс? Я верю. Верите, да? Ну что ж, «сапиэнтисат» сегодня на эту игру «разумному двум разумным достаточно». 15-5. Даша с чистой совестью может вернуться на место. Дуэль Играя, вперед! Наша сегодняшняя дуэль-игра состоит из следующих боев. Первый бой «Отличаются умом и сообразительностью». Это о вас. Вторая тема. Второй бой «С ума сойти». Третий бой «Сила есть, ума не надо». Четвертый бой «Уму непостижимо». Ну, совершенно невероятные вещи, совершенно невероятные достижения. И пятый бой «Лучшие умы». Самые интеллектуальные личности во всей человеческой истории. У вас есть ровно пять секунд, чтобы напрячь ваши умы и решить, кто какую тему на себе готов взять. Вперед, поехали! Ну, умные люди обычно быстро договариваются, договорились и наши. Тигр в линейку, Родион Полевой. Кто у вас отличается умом и сообразительностью? Конечно же, Вика. Вика Захарова. Великолепно. Кирилл, у вас? У меня, Анна. Верю. Итак, Вика против Анны. Вперед! Аня, 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 Аня! А, Вика, какое учебное заведение вы осчастливее своим присутствием? Средняя школа номер 59, Гомельск. Великолепная школа. Анна, вы? Гомельский медицинский университет. А вы каким врачом будете? Анестезиологом. Я уже готов. Итак, поехали. Отличается умом и сообразительностью. Эта птица, как известно, отличается умом и сообразительностью. Анна. Птица Говарова. Отлично. Анна, поздравляю вас. Вы заработали первые пять очков в своей жизни на нашей игре. Играем. Так называли инопланетян советские фантасты. Вика. Фантомасы. Фантомасы? У нас же про ум и сообразительность ищет. Анна, может, вы знаете? Я не знаю. Не знаете? Братья по разуму. Это там у них, там разные инопланетяне, монстры. А у нас братья по разуму. Все хорошо. Играем. Это помещение упоминается в выражении со значением много ума. Помещение большое, красивое. Иногда даже грановитое. Вика. Палата. Ума-палата. Браво! Столько мужчин могут сообразить вместе. Трое. Да, мужики обычно соображают на троих. Врачу-анестезиологу этого ли не знать? И продолжаем. Девиз клуба «Белая рысь». Самого первого, самого интеллектуального клуба в нашей стране. Нам не нужны умные, нам нужны... Вика. Интеллектуалы. Вика! 500 раз напишите этот девиз и отдадите своему тренеру. Анна. Я не знаю. Нам не нужны умные, нам нужны... Сообразительные. И это правильный ответ. Анна, вы сыграли выше всех похвал для первого раза. 20-15, счет практически сравнялся. Дуэль игра, второй бой. С ума сойти, вперед! Родион, с ума сойти! Кто готов произнести эту фразу у вас? Лена, конечно. Лена. Леночка Куриленко, хорошо. Кирилл, кто у вас будет сходить с ума сейчас? Александр. Александр. Итак, Лена против Александра, вперед! Лена! 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 Лена, вы в школе учите, в гимназии? В гимназии. Какой? 58-й. Имени кого? Газа. А любимый предмет? История. Понятно. А любимая телеигра? Допустим, вроде пятерка. Допустим, вроде пятерка. Это правильный ответ. Так, Саша, с вами уже разговаривали. Вы вот этим и занимаетесь в своем Белгуте. Играем. С ума сойти. Не дай мне бог сойти с ума. Уж лучше посох и с ума. Автора назовите. Саша? Амар Хаям. Амар Хаям. Да. Леночка, может, вы знаете? Нет, к сожалению. Нет, да, к сожалению. А вот есть такое правило, мне говорили, у знатоков и интеллектуалов, у игроков. Если не знаешь, что отвечать, отвечай. Пушкин. Это Пушкин, в самом деле. Играем. Этот герой. Тут не имя нужно, тут, скажем так, собирательный образ. Этот герой во многих фантастических голливудских фильмах совершенно безнравственный. И вечно изобретает что-нибудь такое опасное. Лена? Может, Фантомас? Нет. Ну, я же сказал, не конкретный герой, а такой собирательный образ. Саша? Безумный ученый. И это правильный ответ. Безумный ученый и безумный гений. Есть там такие вредные товарищи, которых побеждают потом положительные персонажи. Играем. Я по тебе схожу с ума, сказал Тристан Изульди и положил между ею и собой. Чего он положил? Такая древняя легенда, чтобы не подумали, что он там какие-то претензии к ней. А он меч между ними положил, чтобы показать, что вот он чисто ее любит. Играем. Анекдотический вопрос. Как фамилия того немца, от которого старики без ума? А вот доктора бы, доктора бы на эту нашу игру. Ну? Кирилл, может, вы как специалист ответите все-таки? Его старика зовут Альцгеймер. Да, старика зовут Альцгеймер, и множество стариков от него без ума. Играем. Потап и Настя назвали ее Чумачечей. Фальстарт у Леночки. Очень строго за этим следит наш электронный судья. Александр. Весна. Чумачечая весна, Чумачечая игра. Саша, я вам сейчас скажу очень приятную вещь. Вы умный человек. Вы сравняли счет. 25-25. Играем вперед. Замечательная тема, замечательный бой. Сила есть? Ума не надо. Должен быть и сильный, и умный человек. Есть у вас такой? Конечно, это Даша. Хорошо. Кирилл, у вас? У нас Илья. Хорошо. Итак, Даша против Ильи. Вперед! Илья, Илья, Я знаю, что вы впервые вообще у нас на игре, на передаче. Где вы учитесь? Скорее не. Хорошо. А кто вы будете? Экологом. То есть будете защищать окружающую среду от нас? Попробую. Хорошо. Трудная, трудная работа. Но для умных людей я согласен. Итак, сила есть у меня, да. Этот примат в топ-10 самых сильных животных. А мозгов-то в четверо меньше, чем у нас. Орангутанг. Орангутанг. Не, он слабее. Есть гораздо более сильные звери. Даша. Возможно, это горилла. Это горилла, конечно же. Браво, Даша. Человек огромной силы и такой же огромной глупости. Вот такую нелестную характеристику великому русскому борцу дал не кто-нибудь, а Александр Куприн. С Куприным сиживали вместе в славянском-то базаре. Но я знаю единственного знаменитого русского борца начала 20 века. Кирилл знает, Родион знает, Иван Поддубный. Ну вот, что делать? Сила есть, ума не надо, в самом деле. Продолжаем. Об этих двух мушкетерах, напоминаю, что мушкетеров всего было четверо. Д'Артаньян, Атос, Партос и Арамис. Вот об этих двух мушкетерах у Дюма есть такая глава. Ум и сила. Вот двоих из четверки нужно выбрать. Илья? Партос. Так, уже хорошо, это сила. Ну и ум. Атос. Даша? Партос и... Она знала! И? Арамис. Ой, где ж там ум? Д'Артаньян, Д'Артаньян у нас самый умный. Д'Артаньян и еще раз Д'Артаньян. Ну что ж, бывает. А лучше почитайте 20 лет спустя, классная вещь. Играем. Не можешь победить соперника, кусай его за ухо. Ну совсем у этого боксера ума не было. Мухаммед Али. Мухаммед Али, да нет, он никогда не кусал, он макаутом побеждал. Даша, ну это было давно, это времена вашего. Это был Майк Тайсон, такой скандально знаменитый боксер. Ну что ж делать, играем. Вот не об этом потомке поморов, поговорка, сила есть, ума не надо. И ученый-универсал, и поэт, и силач гвардейского роста. Но кто это, русские великие ученые-то, а? Открыватель атмосферы у Венеры. Ломоносов. Ломоносов, это правильный ответ. По-прежнему сохраняется такое равновесие в нашей игре. 30-30, равная игра, сильные школьники, ну примерно равнозначен нашим сильным студентам. Следующий бой, вперед. Итак, тигры в линейку, Родион Полевой, уму непостижимо. Кто у вас рискнет такое достижение совершить? Рискнет Лена. Леночка, хорошо. Кирилл у вас? Сам схожу. Прекрасно, вперед. Лена, Лена, Лена. Вперед. Лена Шагутов против Кирилла Телкина. Леночка, вы где у нас учитесь? 51-й. Ну и как вам там? Пойдет. Куда? Куда-нибудь точно пойдет. Хорошо. Кирилл, я знаю, что вы будущий доктор. Кого вы будете лечить, собственно? Кого потребуется. Умные люди вот умеют так, что я что-то сказал и ничего не ответил. Играем. Уму непостижимо. Как эта кошка разгоняется до 75 километров в час за 2 секунды? И уму непостижимо. Лена? Гепард. Гепард, конечно же. Играем. Высота этого дерева больше 100 метров. Живет больше 2000 лет. Уму непостижимо. Кирилл? Секвоя. Великолепный ответ, да. А этот человек-молния, но не гепард. За свою карьеру 45 раз пробивал дистанцию 100 метров быстрее 10 секунд. Кирилл? Усейн Болт. Усейн Болт, да, знаменитый легкотлет с Ямайки. А еще говорят Аргентина-Ямайка 5-0. Усейн Болт просто не играл. Играем. Шутка. Она самое поразительное достижение химии. При этом умом не блещет. Ну, уму непостижимо. Да блондинка, господи. И изобретая лампочку, он перебрал несколько тысяч вариантов. Непостижимое для меня, например, трудолюбие. Да. Эдисон? Эдисон, вы правы. Отыграли прекрасно, но тебе 40-40. Счет по-прежнему равный. Следующий бой, вперед. Лучшие умы. Родион оставил, наверное, эту тему лично для себя. Конечно. Конечно. Кирилл, кто у вас лучший ум? Евгений. Хорошо. Итак, Родион против Евгения. Вперед. Сразу говорю, что Родион это у нас 10-я гимназия, бывшая школа имени Пушкина. Сейчас почему-то отобрали имя Пушкина. Но боритесь, боритесь. Женя Ермаков, вы у нас гуманитарий. Да. А какой конкретно гуманитарий? Исторический. Исторический гуманитарий, понятно. Хорошо. Любимая эпоха? Новое время. Понял. Насколько новое? На первое самое. Играем. Итак, лучшие умы. Родион и Евгений. Самый универсальный ум эпохи Возрождения. Живописец, инженер, изобретатель, писатель, музыкант. Это... Да. Леонардо да Винчи. Да, именно да Винчи, а не Ди Каприо. Это точно. Играем. Этот Эллин, считавший, что цифры правят миром, набирался ума в Египте и Вавилоне. Да. Бифагор. Да, и ходил он обычно в штанах. Играем. Русский химик заявлял, сжигать нефть все равно, что топить печку ассигнациями. Возможно, Менделеев. Золотые слова. Менделеев. Один из величайших умов. Родион, не поддавайтесь. Я понимаю, что... Не поддавайся. Хорошо, играем. Не должно множить сущности без необходимости. Поучал Уильям Оккам. Эта острая мысль получала название. Бритва Акама. Бритва Акама, бритва Акама. Да, 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 да. Смысл, что... Любому явлению можно подыскать самое простое объяснение, не вдаваясь в какие-то новые сущности. Играем. Самая известная фотография этого гения не в самом умном виде, с высунутым языком. Этим парнем был Альберт Ильич. Это правильный ответ. Итак, Евгений Примаков вышел и вывел свою команду вперед. 45-60. Следующая игра. Поехали. Вперед. Тест-игра. Тест-игра в мире мудрых мыслей. Родион, полевой тигр в линейку. Кто у вас не заблудится среди мудрых мыслей? Думаю, что Лена. Леночка, я верю в вас. Кирилл? У нас Евгений хорошо знает дороги. Понятно. Итак, Лена против Жени. Вперед! Итак, внимание, наше скоростное централизованное тестирование. Три варианта. А, Б и С. Нужно нажать кнопку и называть вариант. Играем. Ломоносов считал, что ум в порядок приводит. А, грамматика. Б, математика. С, критика. Лена. Математика. Правильно. Еврипид считал, что умнее тот из спорящих кто? А, побеждает. Б, убеждает. С, уступает. Лена. Уступает. Уступает, да. Уступи в споре. Не спорь с дураком. Ты же умный человек. Отлично, Лена. Кстати, вот Лена двумя ударами заработала для команды 20 очков. У нас повышаются ставки. На тест-игре играем. Кант считал, что признаком ума является умение. А, ставить вопросы. Б, отвечать на вопросы. И С, оспаривать ответы. Женя, прошу. Ставить вопросы. Да, чтобы оспаривать вопросы и ответы, большого ума не надо. Играем. Лара Шфуко считал, что ум всегда в дураках. А, у храбрости. Б, у сердца. С, у богатства. У храбрости. У храбрости. Нет. Лена своим женским чутьем. У сердца. У сердца, конечно же. Пять очков на подборе заработала. И заканчиваем. Горький считал, что ум – это драгоценный камень, который более красиво играет в оправе. А, красоты. П, таланта. С, скромности. Скромности. Скромности, скромно, сказал Женя Ермаков. Зарабатывая для своей команды очередную десятку. Браво, Женя. И наш Евгений, который может и Ямб от Хорея отличить, и АБЦ расставить по местам. Вот тут он специалист. Итак, наш Евгений выводит команду Гауде Амус, нашу студенческую команду, вперед. 70-80. Разрыв небольшой. А у нас слайд-игра. Вперед! У нас слайд-игра сегодня будет непросто. Слайд-игра, кстати, стартовая передача юбилейного сезона, праздничная игра. А вот она будет музыкальной. Слайд, ну так, иллюстративный, а вот самое главное – это музыкальный отрывок. И вам нужно понять, о чем в нем идет речь. Что там упоминается? Утро, день, вечер или ночь? Экспериментальная наша слайд-игра. Родион, кто у вас готов к экспериментам? Готова Лена. Леночка всегда ко всему готова. У нас Анна. Хорошо. Итак, Елена против Анны. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ничего, ничего, ничего жать не нужно. По очереди. Анна, Лена, Анна, Лена. Начнем. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ Анна, время, суток? Утро. В самом деле, это музыка Андрея Петрова к фильму «Служебный роман». Называется «Утро». Браво! Плюс 15. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Леночка, играем с вами. Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания, А только чтоб осуществилось желание. В день рождения, день. Играем с вами, Анна, неразыгранные очки наши. Продолжаем разговор. А мне во сне привиделась... Вечер. То не вечер, то не вечер. Да, плюс 15. Лена, я весь с вами. Я ждал это время, и вот это время пришло. Ночь. Отрывок. Спокойная ночь. Блеск. Анна, играем с вами. В городке периферийном Отдает весна бензином Дремлет сладко Замороченный народ Я думаю, это утро. Утро? Послушаем. С добрым утром, любви. Отлично! Это был Олег Митяев, известный бард, который изгиб гитары желтый, обнимает нежно. Леночка, играем с вами. 300 тысяч часов за спиною 300 тысяч планет надо мною Готовы? Да. Прошу. День. Что у нас в ответе? Самый лучший день Заходил вчера Браво, Лена! Анна, с вами. Думаю, это вечер. Это вечер. Это у вас был вечер. На самом деле, несколько другое время. Лен, может, вы ответите? Может, утро. На самом деле, вот свадебный марш Мендельсона, оказывается, это часть музыки, написанной им к песне Шекспира «Сон в летнюю ночь». Теперь вы это знаете. Лена, я верю в вас. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Этот фильм вышел на экраны, когда, по-моему, ваших дедушек еще даже не было на свете. Но, тем не менее, Марк Бернес, два бойца. Может, ночь. Темная ночь. Браво, Лена! Великолепно. Анна, играем с вами. Вечер. Вечер. Послушаем. Еще не вечер. И это правильный ответ. Итак, пробуем. Следующий. Сейчас у нас будет Владимир Семенович Высоцкий. Четыре года рыскал в море наш Корзар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса. И затыкать пробоины телами. На вечере, может. Вечере. Поехали. И прав был капитан. Еще не вечер. Великолепно. В нашей экспериментальной слайдово-музыкальной игре все замечательно. 130-140. Лена выстояла. Анна сыграла просто блестяще. 130-140. Риск игра. Вперед. Умный человек Родион Полевой. Самый главный тигр в самую крупную линейку. Сам пойдешь? Понятно. Наверное, да. Будущий врач, который будет лечить кого понадобится, кого скажут. Кирилл. Тоже сам? Сам. Итак, Родион против Кирилла. Вперед. Итак, риск. Игра самая сложная, самая решающая у нас вроде пятерки. Плюс 20 правильный ответ, минус 20 неправильный. Отличаются умом и сообразительностью. Именно этим словом Владимир Ворошилов в 1979 далеком году назвал тех, кто отличается умом и сообразительностью. Кирилл. Знатоки. Знатоки плюс 20. С ума сойти. Именно от этой болезни лечили Шурика в кавказской психушке. Кирилл. Белая горячка. Белый-белый, совсем горячий. 180-130. Сыграем. Сила есть, ума не надо. Сил на подвиги ему хватало. А вот ума, чтобы уйти со службы у царя Еврисфея, не хватило. Артем. Геракл. Геракл, да. Уму непостижимо. 62 часа в воздухе, на одномоторном самолете, через полюс. Маршрут почти в 10 тысяч километров. Рекорд. А кто летал? Фамилия пилота. Опа. А летал Валерий Чкалов на самом деле. Итак, последний вопрос. Лучшие умы. Если ты ненавидишь, значит, тебя победили. Это древний китайский философ прав. Философа назовем. Артем. Допустим, что это был Конфуций. Кун Фу Цзы. Учитель Кун. В самом деле он учит нас, нельзя ненавидеть того, кто тебя победил. Нужно расти, догонять его, в том числе в интеллектуальном смысле, и обгонять. Есть такая примета. Проиграешь вроде пятерки, победишь в более каких-то серьезных играх. Так что я желаю вам побед в более серьезных играх и вообще успеха в жизни. Ну и студенты. Для вас это не актуально, у вас другая система оценок. А вот для наших школьников совершенно замечательно. Ну что, смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова